Добрый день, с вами снова выпуск японских новостей. Расскажу вам буквально о двух-трех событиях. Надеюсь, что информация покажется вам интересной и полезной. Одно из самых таких нашумевших новостей, это то, что в связи с ростом заражений коронавирусом в Японии правительство приняло решение о закрытии страны для иностранцев, для въезда людей даже по бизнес-визам. Отныне, на какой период пока неизвестно, в страну могут въехать только непосредственно граждане Японии, либо люди, у которых имеется вид на жительство в Японии. Тем не менее, по прибытию в Японию они должны будут в срок карантина пребывать в специально отведенных для этого отеля. Они не имеют права пользоваться общественным транспортом, передвигаться свободно по территории Японии они не могут. К их телефонам будут подключены GPS, программы GPS, из которых они должны постоянно сообщать о месте своего пребывания. В случае нарушения обещания выполнять все предписания японского правительства, люди, у которых есть вид на жительство в Японию, этот вид на жительство будет аннулирован, и они будут высылаться из страны. Что касается японцев, которых, соответственно, выслать из страны нельзя, поскольку они являются ее гражданами, объявлено, что фамилии подобных несознательных граждан будут предаваться общественной огласке. Проблема коронавируса в Японии, конечно, самая сложная, самая тяжелая, но не единственная. Дело в том, что этот год выдался аномально холодным и аномально снежным, поскольку на большей части территории Японии центральное отопление отсутствует, и люди обогреваются с помощью кондиционерами, с помощью электричества. Электричества стало не хватать, особенно после того, как многие заводы и фабрики приступили к работе после новогодних каникул. Здесь чем правительство обратилось к населению с просьбой сократить использование домашних приборов, кроме тех, которые жизненно необходимы и необходимы для обогрева. Но новостями только о сложностях делиться не хотелось бы, поэтому расскажу вам еще одну новость, которая появилась на новостных страницах NHK 14 числа. Новость о том, что Family Market и Sapporo Bureau решили выпустить новое пиво, выпустили его и должно было оно поступить в продажу, но 8 января компании заявили о том, что в продажу оно не поступит. Почему? Дело в том, что на упаковке была обнаружена одна курьезная ошибка. Вместо английского слова «Ladge» было написано «Laggar». Видимо, какое-то время на обновлении ситуации компаниям понадобилось, но в конечном счете было решено, что со 2 февраля банки пива все-таки появятся в продаже, однако в сопровождении надписи о том, что на упаковке допущена ошибка. Так что у кого есть возможность зайти в Family Market, в японский Family Market после 2 февраля, может быть, вы сможете эти банки там обнаружить. Всем всего доброго, до встречи!